Здравствуйте! В эфире энциклобедия путешественника. Программа для тех, кто любит путешествовать или только планирует этим заняться. Пронзите на синее небо, голубое море, бескрайние белоснежные пляжи, тропическая экзотика и целый океан удовольствий – Куба. Одна за одной воображение начинают возникать красочные картинки. Вот Фидель Кастро с гордой осанкой, а на берегу моря Эрнест Хемингуэй. Где-то на горизонте местные жители, увлеченные жаркими ритмами танца ча-ча-ча, а в барах пьют текилу и курят знаменитые кубинские сигары. Куба – это удивительный мир, который, пожалуй, больше нигде не встретишь. Туристическое агентство «Вояж» сделает вас по-настоящему счастливым человеком, организуя поездку на Кубу или в любую другую точку планеты. Посмотрите на мир другими глазами, глазами туриста. На Кубу можно ехать только для того, чтобы посмотреть тропическую флору, уникальный животный мир, посетить массу исторических мест, музеев и старинных построек, которые не дадут скучать любознательным путешественникам. Колониальная Гавана, старинный Тринидад, пещеры Бильямар, Пинар-де-Ли-Рио ждут вас. Сказочные морские глубины, рифы с их уникальными обитателями, пещеры с наскальными рисунками, парки, дельфинарии, водопады, исторические рестораны – вот оно счастье. Куба – это живое доказательство аксиомы. Дарит тот, у кого есть что дарить. Куба – острове сграничной свободой для вашей фантазии. Здесь ваши мечты об идеальном отдыхе воплотятся в жизнь. Не стесняйтесь мечтать, так как здесь это не только не запрещено, но и даже обязательно. Куба – это море удовольствий. В отелях вы будете чувствовать себя как дома. Высококлассные и просторные номера в 4-х и 5-ти звездочных отелях сделают ваше пребывание на Кубе незабываемым. И действительно, что может быть красивее пронзительно синего неба, бирюзового моря, бескрайних белоснежных пляжей и прекрасных креулок. Отдых на Кубе – это жгучий коктейль из жаркого тропического солнца и зажигательных латиноамериканских танцев. Отдых на Кубе – это белоснежные песчаные пляжи, чистейшая прозрачная морская вода, многочисленные отмели для рыбной ловли и потрясающая по красоте природа. Отдых на Кубе – это увлекательные экскурсии и незабываемые впечатления от разнообразных фестивалей и праздников. Если добавить, что уровень сервиса на курортах достаточно высок, а цены низкие, то пребывание здесь вам действительно покажется район. Столица Кубе – Гавана, расположенная на побережье Мексиканского залива, вокруг Большой бухты. Старая Гавана сохранила живописный облик колониального периода. Но основной туристический центр отдыха на Кубе – курорт Вородеро – находится в 140 километрах от Гаваны. 20 километров мельчайшего белого песка и лазурно-синевые океанских вод. Пляжи Вородеро признаны одним из лучших в мире. Сегодня здесь отдыхают туристы из самых разных стран. Ольгин – одна из самых густонаселенных провинций Кубы. Как утверждают сами кубинцы, в Ольгине все самое-самое. Самые красивые пляжи и самая высокая горная вершина Кубы. Самая разнообразная природа и самое лучшее кубинское пиво. Не случайно именно в этой провинции находится бывшее поместье семьи Фиделя Кастро. Сантьяго де Куба – гостеприимный, веселый город с богатейшим культурно-историческим наследием. По количеству музеев и выставочных залов Сантьяго де Куба вступает только Гавани. Остров Каю Кокко – природный заповедник с 20 километрами песчаных пляжей. С Кубой он соединен 27-километровой дорогой, сложным и прекрасным инженерным сооружением, проходящим прямо по морю и гармонично вписывающимся в окружающую среду. Островок Каю Гильермо необитаем. 90% его территории – ничем не занятая земля, покрыта мангровыми зарослями и пальмами рощами. Здесь под зеленым покровом прячутся сотни щебечущих птиц. Пляжи на этом острове считаются одним из лучших на Кубинском архипелаге. Мельчайший песок, очень чистое море и тишина, царящая вокруг, покоряют всех гостей, отдыхающих на Кубе. Куба – страна абсолютно беспричинного и бездумного счастья. Здесь почти нет интернета, молчат телефоны, зато сумасшедший драйв и сальса из окон машин. Непосредственные люди и нескончаемый позитив. Здесь никуда не торопятся, потому что торопиться некуда. Маньяна – завтра, любимое слово. Здесь 15 минут легко превращаются в несколько часов. И ты расслабляешься, ловишь в течение времени, в котором живут кубинцы. И как только это делаешь, то понимаешь – вот оно счастье. От тебя больше ничего не зависит, ты никуда не спешишь. Это волшебное слово – маньяна. Кубинский народ – это в подавляющем большинстве открытые, искренне честные и очень гостеприимные люди. При общей нищете они никогда не унывают и всегда во всем помогают друг другу. У них очень дружные семьи. В понятие семьи входят все без исключения близкие и дальние родственники, а также хорошие друзья родителей. При встрече принято обниматься, похлопывать друг друга по плечу и чмокаться в щечку. А как кубинцы зажигают в песнях и танцах? Тот, кто слышал и видел все это, не забудет никогда. Любовь входит в дом через кухню, говорят кубинцы. Они любят совмещать романтические встречи с посещением ресторанов и баров. Но предпочтение отдают вечеринкам в патио, когда удается и повеселиться, и обменяться новостями. В кубинской кухне прослеживается влияние различных европейских, африканских и даже китайских кулинарных школ. Это смешение привело к тому, что даже бывалые путешественники признают. Не обязательно в поисках экзотики колесить по всему миру. Достаточно один раз посетить купол. Кубинским мужчинам ничего не стоит подойти к женщине посреди улицы и познакомиться, если она ему понравилась. Горячий кубинец будет петь дифирамбы, расточать комплименты. У них принято восхищаться красотой. Оскорбить женщину на Кубе чуть ли не смертельный грех. Хоть у кубинцев и горячая кровь, но скандалищих или дерущихся людей вам вряд ли доведется увидеть. Там, как и в других цивилизованных странах, считают, что все конфликты можно разрешить мирным путем. Если вы чем-то задели кубинца, то он не будет сразу нападать на вас с оскорблениями. На Кубе до сих пор сохранена система покупок по карточкам, так называемым либретто. Карточки позволяют гражданам приобретать в специализированных магазинах продукты первой необходимости. Такие как рис, фасоль, масло, сухое молоко, сахар и другое по приемлемой цене. Поэтому от голода тут никто не пухнет, даже при мизерных доходах. К слову, средняя заработная плата чиновника среднего ранга составляет примерно 20 долларов в месяц. Если вы до сих пор думаете, ехать или не ехать, то знайте, с уходом Фиделя Кастро на Кубе все изменится. Ведь он же не Кащей, а бессмертный. Завораживающий миллионные толпы неистовый оратор. Последний динозавр, уходящий в коммунистической эпохе. Кастро пережил шестерых президентов Америки, шестерых лидеров Советского Союза и России. Давно убили Джона Кеннеди. Где-то на периферии нашей памяти отставка Никиты Хрущева, смерть Мао и Брежнева. А Кастро продолжает жить и руководить. Его борода стала совсем реденькой и седой. Она неловко трясется, когда кубинский лидер заходится в очередном эмоциональном пассаже. Лицо и руки команданта, как у пожилого рыбака, описанного Хемингуэем, покрыты темно-коричневыми пятнами. Но при этом, как говорят самые авторитетные знатоки Латинской Америки, Фидель и после своей смерти будет самым популярным лидером за всю историю Кубы. После его ухода вполне возможно для россиян будут введены визы. И по прогнозам съездить в последний оплот социализма станет так же дорого, как, скажем, Майами. Поэтому спешите заказывать путевку на Кубу в туристическом агентстве «Вояж», расположенном на проспекте Ленина, 39, на первом этаже гостиницы «Десна». Можно позвонить по телефону 74 16 25 и 74 66 75. На Кубе нет системы центральной подачи горячей воды. Кубинцы в основном моются под холодной водой, хотя после дневного нахождения баков под солнцем холодной ее назвать сложно. До совсем недавнего времени на Кубе были официально запрещены электрические чайники, тостеры и грили ввиду национальной экономии электроэнергии. Свободное приобретение мобильных телефонов было разрешено кубинским гражданам лишь в 2008 году. Но и сейчас кубинец имеет право оформить только одну сим-карту. Сотовая связь очень дорогая, за минуту разговора придется выложить около доллара. Оператор мобильной связи всего один. Кубинская медицина считается одной из лучших в мире. Относительно невысокая стоимость лечения привлекает сюда многочисленных иностранных пациентов с тяжелыми или редкими заболеваниями. Кубинская школа балета – одна из самых уважаемых в мире. В народе говорят, русский балет поражает мастерством. Французский эмоционален и богат духовно, а кубинский воплотил в себе и то, и другое. Кубинские мужчины тщательно следят за своей внешностью. В салонах красоты распространены процедуры мужской эпиляции различных частей тела и даже выщипывание бровей. Рубрику представляет туристическое агентство «Вокруг света». Многолетний опыт, профессионализм, качество и надежность компании – это гарантия вашего отличного отдыха и незабываемых впечатлений. Что привести из Кубы? Конечно, первое, что приходит на ум – это гаванские сигары, кубинский ром и кофе. Самая популярная марка «Рома», известная во всем мире – «Гавана Клуб». Примерно 8 долларов за бутылку. Фирменные кубинские сигары обычно продаются в специальной коробке из кедра. Остерегайтесь подделок. На коробке с фирменными сигарами должна стоять маркировка, сделана на кубе ручная работа, печать и лента белого цвета с красной надписью «Хабанус». Вывести за пределы Кубы по закону можно только 50 сигар без чека. При наличии чека вывозить можно более 200 сигар. А лицам женского пола будет очень приятно получить в подарок украшения из черного коралла, серьги, кольца, браслеты, подвески из панциря черепахи или из жемчуга. Оригинальной покупкой станет традиционная кубинская рубашка на выпуск «Гуябера». Она годится для любого случая. Элегрант на мне никогда не бывает жарко, и вас всюду будут принимать за своего. Компакты диски с кубинской музыкой продаются на каждом шагу. За качество можете не волноваться, если покупаете в одном из лицензионных магазинов. Темперамент такой, что просто дух захватывает, не пожалеете. Также можно купить какой-нибудь музыкальный инструмент, например, бонго, маракасы, барабаны. Не забудьте про футболки с ликом бессмертного команданта Че. Еще можно приобрести великолепные деревянные фигурки из цельного дерева, танцующие куколки, плетеные сумочки, шляпы, большие ракушки, вязаные сиденья-гамаки, кожаные карты кубы. В общем, попадете на их базарчик и сами увидите все многообразие кубинских семей. На кубе в качестве валюты ходят и доллар, и местная песо. Знак доллара перед товаром может означать как именно доллар, так и конвертируемый песо. Или просто стоимость. Уточняйте, в какой валюте стоит цена. Здесь принято торговаться. Этим вы можете существенно снизить свои расходы. Среди пожилых кубинцев можно найти понимающих русский язык. Многие специалисты учились в СССР. Вы еще думаете? Уверяю вас, мир удивителен, огромен, многообразен и прекрасен. И не замыкается только на Египте, Турции или родной даче. Позвольте себе отдыха вашей мечты. Обратитесь за профессиональной помощью в туристическое агентство «Вокруг света» по адресу улица Красноармейска, 154А. Или звоните по телефону 308 800 309 900. Ну а я с вами прощаюсь ненадолго. Увидимся! Одежда ведущим предоставлена новым магазином «Оджи». Проспект Ленина, 23.